В Тверской области выявлены единичные случаи гриппа А и Б. В областном центре на 8% превышен эпидемический порог заболеваемости в возрастной группе детей от 3 до 6 лет. Как не подхватить грипп самому и не заразить своего ребенка, если в современной медицине стопроцентное средство защиты? Об этом расскажем далее. Вирусы и бактерии — главные распространители гриппа. При попадании в организм они размножаются и вызывают инфекции. В среднем в зимний период болеют и много, и часто. Взрослые могут слечь в среднем 2-3 раза в год, дети — 6-8 раз. Такая большая заболеваемость у детей вызвана в первую очередь тем, что они постоянно находятся в окружении своих сверстников, один из которых может заразить всю группу или класс. Грипп — это сезонная инфекционная болезнь, но говоря о школе, мы говорим о организованном коллективе. То есть единовременно мы получаем коллектив из достаточно большого количества восприимчивых человек. Если ребенок был в контакте с больным, он не привит. Вероятность того, что он заболеет, очень высока. Если все привиты вокруг, то никто не заболеет. Поэтому специалисты из года в год настойчиво обращают внимание родителей. Делайте прививки от гриппа своим чадом. Ведь на сегодняшний момент стопроцентное средство не заболеть — это именно вакцинирование. Вакцинация на сегодняшний день — это единственный способ специфической профилактики инфекционных болезней, который позволяет защитить население, в первую очередь детей, от инфекций, которые мы называем вакциноуправляемыми. То есть это инфекции, избежать которых можно путем просто вакцинации, просто сделав прививку. Некоторые ошибочно думают, что пропивая курс витаминов, они также защитят себя в сезон простуд и гриппа. Но это не так. Достаточно распространено заблуждение о том, что витамин С способен справляться с болезнью. Но специалисты говорят, что он может лишь снизить интенсивность симптомов, если вы уже заболели. Тем не менее, он не защищает от инфекции здорового человека. Поэтому пить чай с лимоном и принимать аскорбинку стоит разве что для удовольствия. Но если вы вакцинированы, то лишний раз повысить свой иммунитет с помощью биологически активных добавок не повредит. Биологически активные добавки к пище, которые включают в том числе и микро-макроэлементы, и витамины. Потребность в них человека одинакова в течение всего года. Для того, чтобы определиться, какая биологически активная добавка к пище нужна, желательно обратиться к врачу и вместе с ним подобрать именно конкретно, что это будет. Какой-то поливитаминный комплекс или конкретное вещество, конкретное химическое соединение, которое нужно именно вам. И последнее. Развенчая миф о полезности чеснока, мы советуем больше не мучить себя и окружающих. Научных доказательств того, что чеснок защищает от гриппа и ОРВИ, нет. Поэтому можно оставить зубчики в покое и идти в больницу на вакцинирование.